Военные летчики уверяют, что Виделинло примерно с декабря 2017 года в газете The New York Times и других зарубежных изданиях начали публиковаться статьи о слитых в интернет-видео с неопознанными летающими объектами. Видеоролики были сняты военно-морскими силами США и опубликованы на ютубе под названиями Jamal и GoFast. Сообщается, что они не были должны утечь в интернет, но каким-то образом все же просочились в сеть и стали доступны всем желающим. Запись под названием Jamal была сделана в 2004 году у побережья Калифорнии пилотами авианосца USS Nimitz. Второе видео, озаглавленное как GoFast было снято в 2015 году у восточного побережья при помощи камеры-истребителя F-A-185F. В обоих случаях попавшие в кадр неопознанные объекты совершали маневры, которые не может совершить ни один из ныне существующих летательных аппаратов. Но что же это такое? Неужели военные летчики столкнулись с кораблями пришельцев? По мнению официального представителя военно-морских сил США Джозефа Градишера, летчики вряд ли столкнулись с инопланетянами, а имели дело с чем-то другим. Но с чем именно, на данный момент никто ответить не может. Военные не стали называть увиденное явление неопознанными летающими объектами, потому что этот термин у многих ассоциируется с инопланетянами. Вместо этого они назвали летающие в воздухе загадочные аппараты неопознанными воздушными явлениями. Многие люди считают, что у Министерства обороны США есть множество подобных видеороликов, свидетельствующих о встречах военных с неопознанными летающими объектами. Утечка этих двух видеороликов лишь доказывает, что Министерство изучает загадочные явления на протяжении долгого времени, но не разглашает о результатах своих исследований. Фото зоны 51 с космоса в конечном итоге, вся эта загадочность всерьез заинтересовала жителей США. Летом 2019 года 33-летний пользователь Фейсбука Мэти Робертс в шутку предложил людям взять штурмом охраняемую военную базу Зона 51, в котором, предположительно, хранятся данные об инопланетянах. Предложение довольно быстро потеряло свой шуточный характер и начиная с 19 сентября более трех миллионов человек хотят штурмовать Зону надеясь, что военные не смогут остановить огромную толпу людей. Представители Зоны 51, в свою очередь, предупредили, что им разрешено открывать огонь. Тот самый Мэти Робертс, чья шутка зашла слишком далеко известно, что люди, заинтересованные в штурме секретной базы, соберутся на двух фестивалях под названиями Allainstack и Storm Area 51 Басакам в штате Невада, где и расположен военный объект. Насколько серьезны намерения людей пока никому неизвестно, но местные власти подготовились к чрезвычайным ситуациям. Возможно, любители конспирологических теорий впустую потеряют время и рискнут жизнями, потому что база Зоны 51 может быть совершенно не связана с инопланетянами. Изначально, в середине 20 века, она использовалась для испытания самолета-разведчика Lockheed U-2. Ассоциация с инопланетянами прилипла к ней только в 1980 году, когда физик Боб Лазар во время своего телевизионного выступления проболтался, что его пригласили на территорию Зоны 51, чтобы воспроизвести технологии инопланетного летательного аппарата. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях.